Хитростями до магнетизма, счастья, любви не добьешься. Но тогда скажите, как достичь его? Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи». Всем добрый день, с вами передача «Формула семьи», 19 мая, 14.00, Москва. Сегодня у нас передача из Москвы. Несмотря на то, что предыдущие всю неделю практически были передачи из Петербурга. Сегодня в студии у нас Эльвира Чепенко, я ведущая, и Юлия Сибилёва, наш эксперт. Здравствуйте, друзья. Рада быть снова с вами на связи. Да вы уж и становитесь таким постоянным лицом тоже «Формула семьи». Ну что, друзья, сегодня у нас тема про детей. В анонсе я об этом написала. Вы можете наблюдать в социальных сетях наших, на сайте. Тема очень простая, но в то же время сложная. Вот попробуйте ответить нам на этот вопрос. Ваш ребёнок – хороший человек? Вот такая сегодня тема. Да, я сама, когда эту тему сочинила, отложила, потом вернулась к ней, думаю, боже мой, я сама уже… Что я сочинила, да? Что я сочинила, как я сама-то на этот вопрос отвечу, и что я подразумеваю. Ну, на самом деле, когда постоянно, несколько раз в неделю работаешь с детьми, с группами детей, и индивидуально, вот проясняются очень какие-то жизненные позиции ребёнка, рождаются наблюдения, плюс ещё общение с родителями. Конечно, я по большей части общаюсь с родителями, которые заинтересованы в своих детях. Просто никто другой не поведёт, не заинтересованно к специалисту ребёнка, а просто оставит это или на самотёк, или вообще непредозначение чему-либо. Поэтому мне везёт. У меня родительская аудитория, каждая там личность и индивидуальность, но, тем не менее, это как раз те, которые хотят, чтобы их дети были хорошими людьми, успешными, которые сами как-то прилагают к этому усилия. Вот, но ряд наблюдений, он меня вот сподвиг к тому, что я решила родителям задавать вопрос, а как вы вообще на своих детей смотрите, вот помимо того, что это ваш ребёнок, он же ещё человек, который несёт в себе какие-то ценности. И на основе этих ценностей он делает ежедневно массу разных выборов, так же, как и мы. И вот ценности – это самая глубинная часть нашей души, нашего багажа, поэтому мы не заглядываем туда, в этот драгоценный сундук, каждый день и по сто раз на дню. И только когда что-то выводит нас из равновесия, мы можем понять, об этом вспомнить, ой, да, что это я, как я поступил хорошо-плохо, как мой ребёнок поступил хорошо или плохо. Вот, и ну вот с этим как-то, да, надо разбираться. Могу историю рассказать? Давайте, хорошее будет начало передачи. Которая мне вот пришла на ум, когда я формулировала вот эту тему. Ну, некоторое время тому назад у нас, кстати, напомню, был эфир про обиду. И там, в общем-то, дилемма простая. Или обиды копить, не прощать и с ними носиться по жизни, они там превращаются в такой груз, который окрашивает все наши другие встречи, переживания, отношения и так далее. Или же всё простить, сделать эту работу, и тогда не надо будет мстить явно или тайно, идти по жизни налегке. Я сделала два мастер-класса, один для детей, другой для родителей, на эту тему. И детям мы с этой обидой много играли. Это для детей всегда нужна инстанировка, там такая обида была в виде большой-большой коробки, которую они изрисовали там чёрными, синими, красными маркерами, придали ей ужасающий облик. В общем, на все лады мы разбирали, что это такое, как это нам мешает жить, что делать и так далее. И в конце, чтобы проинтегрировать их опыт и посмотреть, как они вообще восприняли тему, я им говорю, ну давайте вот представьте, что у вас две дороги перед вами. И мы такие, выклеили такие дорожки скотчем малярным прямо на ковре. Вот, ты стоишь вот здесь, у тебя что-то случилось, и в первый момент обидно. Ну вот ты поразбирался с этим всем, что произошло, какие выводы сделать. И вот у тебя образ этой обиды большая, вот эта коробка. Ну коробка, знаете, как из-под чего? Ну по размеру, как так, хорошенький вот старый телевизор, например, да, достаточно большая. То есть дети туда помещаются, в эту коробку. Ты стоишь на перепуте, и у тебя две дороги, простить или мстить. Ну в общем-то, если ты обиду с собой потащишь, вот простишь, ты эту обиду отставишь в сторону и пойдешь налегке. А если ты думаешь, что нет, такое нельзя прощать, и вообще не хочу, не буду, и вот он плохой, мой обидчик, то ты вот пойдешь здесь, тебе это будет мешать, ну в общем, сам примерься, как это все будет. Ну и дети по-разному поступали. Кто-то решительно так, я буду прощать, я выбираю вот эту дорогу, обиду не хочу удержать, пойду туда. Кто-то говорит, а можно я вот по этой дороге вот пробегу вот с этой коробкой, вот попробую, как мне, а потом решу. Ну пожалуйста, конечно, твой эксперимент. Пробежал, решил, не, мне это не надо, я лучше буду прощать преимущественно, мне обиды не нужны. И был у меня еще там один мальчик, вот, а это дети от 8 до 11 лет, ну такой уже взросленький. Вот, и он такой, и с этой коробкой, и он вот между, как-то, знаете, балансировал, как канатоходец между этими двумя, значит, вещами, двумя альтернативами. Я говорю, а что ты делаешь? Он говорит, а я вообще не буду выбирать, я вот так вот пойду, и все дела. Ну а как ты не будешь выбирать? У тебя все равно по сути получится, или простил, или не простил, или чего. Вот, он такой вот, чувствуется работа мысли в нем, не может никак он мне ее сформулировать, поймать. Вот, в конце говорит, ну вот, ну вот как захочу, так и буду в каждой конкретной ситуации. Думаю, о, вот это уже позиция. И позиция такая жизненная, и хорошо, хорошо укорененная, и замаскированная. А, в общем-то, ее можно сформулировать так, что я буду действовать, куда кривая вывезет. Не по нормам морали, не по сознательному выбору, там, быть хорошим, плохим, каким. А вот сегодня у меня чувства вот это подскажут, завтра вот это. То есть человек будет непредсказуемый. И как все мы устроены, что мы действуем в своих интересах, скорее всего, другие люди ему будут неинтересны, что они там чувствуют, переживают, страдают ли они от этого непрощения. Ну, смотрите, вы опытный психолог, вы занимаетесь с детьми, вам проще это заметить, чем родителям. Дальше мы, конечно, продолжим разбирать вот такие истории и темы, но прежде вот как родителям, обычным родителям, заметить в своем ребенке вот такую штуку и понять, что это проблема вообще? Ну, честно говоря, я хотела к этому как-то подойти, чтобы мы поразбирали разные примеры. Ну, давайте тогда попозже. Слушатели нам что-то расскажут, как они наблюдают там за своим ребенком, потому что это тоже будет бесценный опыт. Ну, да, конечно, когда такой близкий, родной детеныш и все мысли и чувства вокруг него, то, конечно, трудно быть объективным. И в отношениях мы никогда не бываем объективными. Я вообще сомневаюсь, что в мире отношений что-нибудь можно такое объективировать. Даже тесты, это условность такая, которую мы согласились принять за опорные точки какие-то. И родителям тяжело. Но иногда останавливаться и думать, а я сама бы хотела вот с таким человеком работать в одном офисе, там, решать с ним какие-то практические вопросы. Если представить, что ему не 9, а 19, например, или 20. Вот, и уже все становится, немножко так взгляд отстраняется и становится понятнее, что, о, похоже, его повело куда-то не туда, или, может быть, какие-то ценности у него иные немного, чем у меня. Ну, в общем, тут есть над чем поразмышлять. А что в итоге вот с этим мальчиком было? Или пока нет никакого итога? Ну, это было всего лишь на прошлой неделе. Мы потом на родительском мастер-классе, там были мамы вот этих детей, вот, не называя там имен, но мы порассуждали на эту тему. Для мам тоже было вот, ну, определённое такое, ну, озарение, что ли, что надо думать про ценности, и уже, да, пора-пора прям присматриваться, на основе чего ребёнок принимает решение. Это не просто вот мы-то ссылаемся на то, что он незрелый, да, там, необученный, ещё какой-то, и забываем о том, что у него уже зреет его жизненная позиция. И вот это вот было такое прям, ну, открытие, можно сказать. То есть в этом возрасте родители должны обращать внимание не только на какие-то заслуги в спорте, в учёбе, в секциях, но в первую очередь на то, из чего формируется вообще ребёнок, как человек, который живёт в социуме. Да, ну, сами посудите. Ну, никто не спрашивает у взрослого человека его табели за 10 лет, там, электронные дневники или какие-то записи. Да, в интернете это сохранится, но всем, в общем-то, по большому счёту, безразлично. И родители, когда ребёнок выходит из школы, ну, и, в общем-то, или он там получил уже диплом, им без разницы, какие там были текущие отметки, или какие он призы по плаванию брал в седьмом классе. Да, это лягут в его багаж. Наш навыки, опыт, умение преодолевать трудности, всё то, что является такой жизненной реальностью, да. Но вот эти все формальные признаки, ну, они только просто как текущие такие вот колышки на придорожные столбики, так скажем. А главное – это то, какой ты, получается, человек. Ну, для меня вот это да, вот так вот такая у меня позиция. Да, я думаю, что для всех, да. А с какого возраста можно замечать уже такие первые отголоски, что ребёнок может вырасти нехорошим человеком, скажем так? То есть у нас же тема какая? Мой ребёнок хороший человек? То есть мы задаём вопрос, значит, ставим это под сомнение. Какие, может быть, поступки или в каком возрасте какая модель поведения у детей может сигнализировать родителям о том, что что-то здесь не так? То есть вот мальчик – это хороший пример, но не все так поступают. Ну, например, детвора 6 лет избивают кошку. Явно это не хороший пример, правильно? Или как? Да, да. Вот смотрите, здесь всё будет зависеть от тех ценностей, которые сами родители исповедуют. Ну, может быть, в его окружении там несколько мальчишек, да, одному жалко, но не заступился за кошку, побоялся, например, что высмеют или самого побьют. Но он имеет представление о жестокости, что нельзя мучить, например, да. Ему, может быть, стыдно даже и родителям признаться, это случайно откроется, это будет одно, один расклад, есть шансы. Кто-то растёт в такой ситуации, что его самого, как эту кошку, бьют, тиранят и терзают какой-нибудь пьяный отец, и он уже не чувствует боли, и ему это всё только прикольно. Он уже превратился вот в такого маленького мстителя. Тогда вопрос уже, где он берёт эти примеры, да, это вообще вопрос о семье и как этой семье помогать. Есть, может быть, в эту же компанию затесался ребёнок, у которого очень холодный разум и никакого понятия о том, что есть боль, и вот это категорически нельзя. То есть вот здесь уже, когда мы начинаем какую-то ситуацию вот разбирать, там у каждого ребёнка за этим стоит уже что-то его, стоят, как правило, ценности его семьи, его личный опыт и его уже хоть и маленький, но личный выбор. И вот уже и шесть, и семь, и даже в четыре года можно ребёнку говорить, что так нельзя и пресекать просто то, что уже является, ну, с моими ценностями несовместимым, например. Селянка, хочешь большой, но чистой любви? Да кто же её не хочет? Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Итак, друзья, «Формула семьи» в эфире в студии Эльвира Чупенко и Юлия Сибилёва. Мы сегодня говорим на тему «Мой ребёнок – хороший человек». Друзья, пишите, звоните, делитесь вашими впечатлениями, вашими историями из жизни. Как вы понимали, что вот, например, ребёнок сейчас поступает неправильно, нужно его пресечь, потому что это, возможно, станет началом, почему ребёнок вырастет нехорошим человеком. Или, может быть, у вас есть печальные истории, к сожалению, что да, так и случилось, вовремя не заметили. Поделитесь вашими историями, будем ждать ваше сообщение. Да, но я, наверное, чтобы разговор не был таким абстрактным, вот я не хочу выглядеть в глазах, слушать, или что я вот такой сижу где-то там в Москве в неизвестном месте, такой оракул или эксперт, там, наделённый властью, решать, этот ребёнок пойдёт по плохой дорожке, это и по хорошей. Конечно, нет. Это реальность, которая ежеминутно меняется. И я хочу поделиться личной историей, когда я была ребёнком, а моя мама, она педагог. И вот она из тех людей, про которых... Ну, она в школе была такая очень активная, она была пионервожатой, её там обожали дети, и учителя ей говорили, Алла, куда ты идёшь в химию, тебе надо быть учителем. Ну, так судьба сложилась, в конечном итоге она получила образование химико-технолога, а потом и педагогическое. И вот это человек, который, ну, говорят, вот, педагог от Бога, да, и у неё педагогическое чутьё, и вот эта вот, ну, прочность её ценностей, которые она несла там в класс, своим ученикам и так далее, она распространялась и на, там, родственников, и на меня, и на детей, которые со мной дружили. То есть у неё вот этот вот камертон справедливости и совести, он у неё не отключался из-за того, что она меня очень любит. Никогда. Ну, например, была такая история, мне 9 лет, у меня подружки. Мы все живём в одном подъезде, там разница у нас, вот мне 9, видите, там плюс-минус, там, год-два. Вот такая вот кампания. Вот. И однажды, значит, мама просто вот сказала, так, сядь-ка со мной на диван. И так, что-то как-то необычно звучит этот голос. Мы такие друзья, всем делимся, всё хорошо. У меня всё хорошо. Я, наверное, в третьем классе где-то так я училась. Вот. Она, сядь, я хочу с тобой кое о чём поговорить. Я говорю, ну, да, о чём. Ну, такая вообще, ничего не предвкушая, ничего такого опасного. Она говорит, Юля, почему ты так унижаешь своих подруг? Я вообще такого слова, ну, я была начитанная девочка, я его, наверное, читала где-то, но для меня вот внутри оно как будто бы ничего не значило. Наверное, у меня такие глаза были узумлённые, потому что я помню, что я молчала, я даже не могла ничего спросить. Она говорит, да, ну, типа, похоже, ты меня не понимаешь. А девочки от тебя плачут. Я... А как? Что? Плачут при мне? Мы не ссоримся, мы играем. Там, если это выходные, вообще с 10 утра и до 7 вечера мы почти не расстаёмся. Вот. Видимо, ещё больше изумления в моих испуганных глазах. Мама говорит, да, девочки жаловались своим мамам, и мне это стало известно, что ты, как барыня, ими командуешь. Светка, пойди туда принеси то, Ленка, там, дай мне, не дай, там, чего-то сделай там для меня. Это что такое? Они тебе что? Прислуга. Они тебе друзья. И вы все равны. Так нельзя? У меня был... Ну, я вообще не помню, чтобы я хоть что-то произнесла в ответ. Мы же от ребёнка ждём, кстати, родители, да, всегда словесной реакции. Я там больше не буду, или там, а почему? Ну, какое-то рассуждение. Нет. Когда это вот пробирает прямо до основания, то иногда ребёнок просто застывает в безмолвии, потому что для него это что-то, какое-то открытие. Вот. И она очень спокойна. Она не ругала, она не повышала... Она просто описала факт. Я никогда об этом не задумывалась. И она мне сказала так, что, во-первых, нужно обращаться с ними уважительно. Называть Лена, Света, там, Светочка, как хочешь. Ну, вот эта Ленка, Светка и всё такое оставь в прошлом. Тебе бы тоже не понравилось, если бы тебя Юлькой называли. Дальше. А если тебе что-то нужно, изволь, встань, поднимись, пойди и сделай сама. Вот. А не вот так. Если тебе нужна помощь, попроси помощи. Это не запрещается. Но, в принципе, пожалуйста, справляйся сама и будь к этому внимательна. Всё. Вот всё. Как отрезала? Как отрезала, да. И я думаю, что... А я единственный ребёнок в семье. Меня любит мама, папа. Я такая... Меня любят учителя. Я очень рано начала читать. Там такая разумная, хорошо учусь. Меня в классе симпатизируют. Там ребята там со мной дружат. В общем, короче, я такая вся из себя успешная. И вот, видимо, мама уже вот этот вот сорняк, который готов был, ну, вырасти до поднебесья там, да, вот этого эгоизма, эгоцентризма такого вот, тщеславия, нарциссизма, в конце концов, да. Это всё есть вот в нас. Это очень впечатывается. Единственный ребёнок, да. Кумир семьи. Вот. И она это прямо так тынь. И вот это вот неподавающим образом. Получается, ведь дело не в том, что кто-то изначально ребёнок один лучше, другой хуже, а в том, что родители могут, оставаясь любящими, они могут сохранять трезвость ума и замечать вот такие вот отклонения от того курса, который они считали правильным для своего ребёнка. Быть уважительным, быть на равных с другими людьми, там, не барствовать, там, не тянуть одеяло на себя. Такая история замечательная, что я заслушалась, даже как-то вопросы вылетели из головы, но опять же, смотрите, ваша мама, она была педагогом, то есть так или иначе у неё был навык, наверное, отчасти педагога, это человек, который понимает детскую психологию, например, то, как ребёнок действует и почему он так действует. Мне кажется, я могу ошибаться, но что вашей маме, что вам гораздо проще увидеть такие вещи, такие изменения, чем обычному родителю, не знаю, который пришёл с работы с графика 9-6, что, уроки сделал, да, сделал, всё, давай, иди. Нет, про трудности жизни у нас тоже. Школа работала в три смены, и мама не сидела со мной постоянно. Есть такая иллюзия, что в педагогике или в психологии мы вооружены и обезопасены больше, чем другие люди по отношению к детям, например. Но если бы вы знали, сколько психологов приводят своих детей к психологам, коллегам для того, чтобы помочь справиться с какими-то психологическими трудностями, а часть из них, как мы и говорим и знаем, оказываются педагогическими трудностями. То есть вот родительская любовь и материнская любовь, она не считается ни с какими, ни с образованием, ни с опытом, и это что-то, это глубоко личные какие-то ориентиры, ценности включаются, понимаете? Вот, ну, будет два педагога. И в нашей же школе, например, были тоже учительские дети, и там ребёнок, которому позволялось всё такое, чего не позволялось никому из детей. И мама, она настолько была ослеплена, мама-учительница, она была ослеплена этой любовью, что потом, в общем-то, у него так, ну, не сказать, чтобы он прям сильно жизненных успехов этот ребёнок достиг. Но главная беда, которая его окружала всю школьную жизнь, что с ним никто не дружил в школе. Конечно, кто хочет дружить. Ну вот, поэтому тут так, знаете, это всё, мне кажется, что это больше в личностных ценностях корениться. Вот сохранит родитель трезвость по отношению к ребёнку, или вот его вот этой волной родительской какой-то накроет, и он не будет ничего замечать. Ну, к примеру, так. Хорошо. А как вы относитесь к ситуациям, когда дети, я даже не знаю, откуда они берут эти примеры, и почему вырастают такими хорошими людьми при таких нехороших родителях, что я имею в виду. Очень часто можно слышать истории, даже быть свидетелями разных непонятных ситуаций в каких-то городских местах, это могут быть поликлиники, магазины, где родители ведут себя по-хамски, не могут идти по улице там мусорить или на пикнике, ещё что-то. А дети, они наоборот, пытаются успокоить своих родителей, там, что ну что ты себя позоришь, ну не надо, мама, ругаться, надо мирно что-то решить. Такое ощущение, что ребёнок, причём этому ребёнку-то может быть тоже 10 лет, воспитывает своего родителя. Как объяснить такие метаморфозы? Это от обратного, что ли? Я увидел, как она поступает, я увидел, как поступает весь остальной мир, понял, что здесь что-то не так и выбрал остальной мир. Ну знаете, есть же какая-то алхимия души, я не знаю, психология, она ещё очень такая, как сказать, если на человеческий век, то она ещё почти в младенческом состоянии ничего доподлинно, вот в психологии, вот так уж прям, знаете, со стопроцентной уверенностью ничего там неизвестно. Мне так кажется, главное открытие впереди. Почему так случается? Ребёнок, он не в безвоздушной среде родился, он не сквозь космос в корабле летит, где только его родители, больше никого, он черпает все свои впечатления, познания о том, как устроена жизнь отовсюду. И, наверное, ну такому ребёнку где-то в чём-то повезло. То ли правильные книжки ему кто-то когда-то прочитал, то ли какая-то добрая бабушка рядом была, то ли, ну, какие-то люди, которые ещё оказывают влияние. С другой стороны, нельзя забывать про детский сад и про школу. Ну, многое разное по-всякому происходит. Бывают дети изначально такие более, знаете, открытые, чувствительные вот к нюансам отношений, да, вот к какой-то безопасности, вот к нормам, которые вот это всё как бы регулируют. Вот. Есть более такие толстокожие, например, мы тоже говорили, но, может быть, ребёнок выносит вот эту чувствительность из своего опыта страданий. Он сам от мамы, которая и на него также рычала, кричала, обзывала. И он просто понял, что это плохо. Он, может быть, уже в нём работает вот это сочувствие, что неудобно и другим, может быть, сейчас так же как-то неловко. Ну, зависит ещё от возраста, конечно, ребёнка, но просто я хочу сказать, что мы в этом мире как огурчики в рассоле пропитываемся специями, которые туда погружены, а вот каким бочком мы поворачивались, что мы впитали, это уже какая-то загадка в какой-то степени. Ой, замечательное сравнение. Я его себе, правда, куда-нибудь сохраню. Кто-нибудь мне скажет, вот ты такая считая. Все мы как огурчики в рассоле, друзья. Так что да. Юля, вы сказали здесь замечательное такое слово «нормы». Вот мы говорим, хороший человек. А кто определяет, какой хороший, какой нехороший? То есть где складываются эти нормы? Это по этическим нормам, это по внутрисемейным нормам. И тогда если по внутрисемейным, это вообще ранжирование, может быть, вот, извините, убийцы-маньяка, и он всё равно будет для своей мамочки хорошим. До, я не знаю, ребёнка, который четвёрку из школы принёс, нет, ты должен учиться только на пятёрке. То есть где эти нормы? Как мы можем определить и классифицировать людей? Вот этот хороший с разными недостатками, там, может быть, какими-то отклонениями, а вот этот нехороший, даже если он может казаться, там, добрячком. Хороший вопрос такой, философский, прям, ух. Ну, так у нас и тема. Вот как раз, да, с подростком ещё хорошо такие вопросы обсуждать, там такая будет раздоголосится всяких идей. Ну, смотрите, во-первых, определяет культуру и время, в которое мы родились. И, конечно, глобально носитель ценностей общечеловеческих – это культура и религия, я так и думаю. Вот, и философская мысль. Но, конечно, носителями являются люди. Но ещё мы соприкасаемся, там, видео, аудио, тексты, визуальный ряд, там, природа. В общем, всё это нам о чём-то говорит. Конечно, ребёнок, когда он сюда попадает в этот мир, то первые призмы восприятия этого мира он получает через родителей, через тех людей, которые за ним ухаживают. Они друг с другом взаимодействуют, они с миром взаимодействуют. Ребёнок всё это впитывает, впитывает, как-то начинает в этом ориентироваться. То, что вот вы описали, что есть такие диаметральные противоположности, конечно, тут вот подвох вот в чём заключается. То, к чему мы привыкли, вот встречается и за дне в день, и за дне в день, и за дне в день, кажется нам нормальным и общераспространённым, и общеупотребительным. И мы на автомате за этим идём. Ну, к примеру, у нас в посёлке когда-то не было ни одной мусорки. И поэтому было, ну, всегда было нормальным. Там, допустим, представим, там, человека какого-нибудь, что он ходит и вот покурил, там, к примеру, да, и где вот в одном и том же месте он бросает эти сигареты, там, и так далее. Вот. Ну, и никто не убирает, ну, и все так делают, и ребёнок так же идёт, и за ним там фантики разворачивает, и тут же кидает там, что, а чё, во-первых, нету места куда, во-вторых, не принято, в-третьих, ну, даже все бросают, ну, и так далее. Но это же не значит, что это культурная норма. Это просто привычная. Мы её можем в кавычки поставить. Вот. Когда появились, появился парк, появился сквер, появились мусорки, стало непринятым вот это всё делать. У нас стало гораздо-гораздо чище. И когда уже человек, который идёт и куда-то там мимо этой мусорки на красивой площади бросает, уже как-то, ну, это выглядит немного странно. То есть норма меняется, да, и уже можно ссылаться, что вот здесь так не делают. Но я самый простой пример привела, потому что внутрисемейные ценности, конечно, они поддерживаются там опытом поколений, вот убеждениями людей, которые создали брак, семью, родили этих детей, что а у нас вот так вот принято. Но даже вот муж и жена, они же из разных семей, они могут принести разные вот нормы, вот эти вот, да, в кавычку, привычные какие-то вещи. И все молодые семьи проходят сквозь такое штормовое время, когда они вырабатывают общие нормы и начинают это транслировать своим детям. Потом эти дети, приходят они в первый класс, например, или куда-то еще. И сталкиваются, да. Что такое, где, как? Я тут разложила аккуратно свои книжечки-игрушечки на парте, а другой подбегает, хватает, я даже не знаю, как этого мальчика или девочку зовут, что происходит вообще, ребенок в шоке. То есть дети приносят свои вот эти вот нормативы туда, вот в эту среду обитания. И дальше вот я вот точно знаю, что здесь моделировать и модулировать, вот преображать эти ценности должен взрослый. То есть педагог, учитель, да, учитель, те, кто рядом с детьми находятся, дети. Вот здесь у нас общее пространство. И здесь мы будем придерживаться того, того, того. Ну и по умолчанию понимается, что учитель должен привносить об одобряемой нашим обществом ценности, там, уважения, неприкосновенности каких-то границ, там, доброжелательным отношениям и так далее. Это довольно легко наладить, если сразу за это взяться в первом классе. Если это пустить на самотек, я слышу печальные истории. Дрались до конца первого класса. Каждый день какие-нибудь разборки в классе. Кто с кем дружит, кто с кем не дружит, кто опять кого-то обидел, кто за кого не заступился, получается такая вот мешанина. Очень трудно всем детям в этом, потому что они же не понимают, в чём дело. Дома я так привык, тут вот это что-то надо, а в итоге никому нехорошо. А нормы морали и вот нормы этикета даже, они были придуманы для того, чтобы сделать более безопасным общее существование и сделать человечество жизнеспособным по максимуму. Иными словами, когда ты сидишь дома, делай что хочешь, хоть на голове стой. Ну, в общем, да. А когда ты выходишь в социум, то ты должен действовать по правилам социума. И если в школе тебе учителях говорит, то в жизни ты как-то должен уже понимать, научиться сам. Ну, это всё дети, ну как, должен-то должен. Хорошо было бы, чтобы это было так. Но опять же, куда занесёт? Занесло подростков в подворотню? Там одни нормативы, ему надо приспособиться. Вот тут прям такой звоночек. Если ценности его семьи сильнее, такие просоциальные, позитивные, то он выстоит, и подворотню его не завлечёт так уж. Да, он будет драться, может быть, он будет страдать, но он будет за правое своё дело как бы страдать. А если и ценности шаткие, и вот как этот мальчик, ну, где удобнее, туда я и выберу, туда и понесёт, то он пополнит ряды и укрепит те же вот антиценности этой подворотни. Когда ребёнок попадает в позитивную какую-то среду, да, почему родители хотят в какую-то хорошую школу, да, с хорошими устоями отправить, к хорошему, там, тренеру, в хорошую команду отдать ребёнка, потому что там уже сама вот эта группа, она поддерживает какие-то правильные ценности, и там ребёнок реализует, значит, вот то, что, вот, свою хорошую закваску, так скажем, вот. Ну, у взрослых ответственности больше, естественно. Сердцу не прикажешь? Так народ говорит. Глупостью, он говорит ваш народ. Сердце такое же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше. В эфире передача «Формула семье». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Продолжаем передачу «Формула семьи». В эфире Эльвира Чапенко и Юлия Сибелёва. Мы сегодня говорим на тему «Мой ребёнок. Хороший ли он человек?» Ну, друзья, мы не получили от вас пока ни одного отзыва. Отвечайте, мы ждём, ждём. Хороший ли у вас ребёнок? Глупо ждать ответа «Нет, он у меня плохой». Но тем не менее, ждём ваших сообщений. Вообще, мне кажется, очень сложно родителям объективно оценивать своих детей. Мы вот в передаче как-то так вскользь об этом уже упомянули. Но вот на примере этого ранжирования, которое я приводила, да, маньяк остаётся хорошеньким диточкой для своей мамы. И там ребёнок, который принёс четвёрку, это прям крах, позор семьи. Первый случай. Второй случай – это клиника, это понятно. То есть это перфекционизм. А маньяк не клиник? Нет, я о том, что… Конечно, клиник. Я имею в виду, что второй случай, скажем так, он даже очень часто встречается. И в каждом классе, мне кажется, есть такой ребёнок, на которого родители давят. А вот первый случай, я вот этого не понимаю. Тут у родителей, что ли, атрофировано понимание нормы, морали, этикета, правила. Я не знаю, как можно считать хорошим человеком своего сына, если он вот такой, если он маньяк, если он лишил кого-то жизни. Я знаю несколько историй, когда, в общем, в семье молодой парень совершает преступление, он там изнасиловал девушку и в бега скрывается. Значит, все родственники знают, где он скрывается, но они молчат, потому что как бы, ну как же, свой родственник. И вот находится тот один человек здравомыслящий, я только так и считаю, что только здравомыслящий человек может правильно поступить в этой ситуации, который говорит полиции о том, где скрывается этот человек. И этот здравомыслящий, значит, один из родственников становится врагом народа для всей семьи, потому что как так, ты сдал своего брата, свата, дядю и так далее, неважно. А как иначе-то поступать? То есть на каком этапе у родителей и родственников атрофируется понимание реальности и просто глаза застилает вот эта любовь, безусловно, к своему чаду? Ну, у меня нет ответа на этот вопрос вот так впрямую. Это риторически понятно. Да, он риторический, этот вопрос. Но я хочу сказать, что если бы этих людей спрашивали вот всю семью, может быть, до начала вот этих трагических событий, какие их нормы, они бы, ну, все хорошие вещи они бы назвали. Честность, доброта, порядочность, не убить там и так далее, и так далее. Но когда произошло вот такое вот радикальное какое-то потрясение, да, то по их поведению стало ясно, что вот то, что они говорили, это была декларация, то есть заявляемые ценности. И у нас этого очень много всего в обществе, что вот мы говорим, говорим, а поступаем как-то иначе. Вот, а у них, значит, активировалась такая норма, своих не сдают, например, ну, мало ли, мы же не знаем, с какой они культуры, какой опыт их семья претерпела и так далее, и так далее. И получается, что тот, который пошел против семьи, но основываясь на общеселовеческих ценностях, что убийца не должен гулять на свободе, и, может быть, он еще кого-то убьет, да. Вот для этого человека было защитить общие-общие ценности, а для этих только семейные, что своих не сдают, я не предатель, кто-нибудь другой, но я не выдам. И получается, что мы всегда можем распознать истинные ценности людей именно по поступкам, по вот череде поступков, которые он совершает. И это такая тоже путеводная ниточка и для родителей. То есть если вы наблюдаете за поступками ребенка, подростка, например, вот, то вы видите, вот вы можете, в общем-то, при желании почуять неладное, если это какая-то цепочка этих событий неблагоприятная. Он раз за разом, он там все ухудшает и ухудшает что-то. То есть его истинная ценность там подростка может быть, ну, я не знаю, там, ну, не знаю, финансовое благополучие, но за чужой счет. Вот один пошел подрабатывать, а другой пошел там тырить кошельки в супермаркете, ну, или еще где-нибудь, да. Вот, то есть вот это все такие звоночки, сигнальчики, которые родитель, он их только через себя может пропустить. Если брать вот эту мать-маньяка, я думаю, что до тех пор, пока дело не передано в суд и непровержимые улики не представлены, ее просто защитные механизмы психики будут ограждать от того, чтобы принять это как факт. Он же не сообщал ей, мама, я иду туда-то, я сделал то-то. Она не знает, как правило, как и другие люди в неведении. А потом это слишком такая шокирующая реальность, которая, ну, там уже действительно все это очень так погранично. Но ее, скорее всего, ценностью является то, что неприкосновенен мой ребенок, а весь мир подождет. То есть она сама такой очень эгоцентричный какой-то момент в себе носит. И это не очевидно, она может быть очень такая благообразная и социально адаптированная и так далее. Вообще вот эта вот тематика жертвы, тираны, насильники, убийцы и то, что они пережили в детстве, как это влияет, это такая прям горячая тема, она очень сложная даже для специалистов. Я бы даже вот, мне как-то вот уже и не хочется в ту сторону даже и смотреть. Я бы к другому полюсу повернулась, когда просто на маленьких моментах, вот если о подростках говорить, да, то они же все испытывают эти ценности на прочность. Ну, этот возраст такой, он для того и призван, чтобы, ага, есть там ценности у матери вот такое, такие посылы у отца, такие, а я должен, а я же вообще, я же современный человек, я буду жить в этом мире, мне надо что-то свое вырабатывать. Он так не думает, но его несет вот по этой логике подростка. Вот, и вспоминаю эту книгу моего теперь любимого автора, это Найджела Латта, «Пока ваш подросток не свел вас с ума», он говорит, ну вот вы, родители, вообще включайте трезвость, вообще смотрите на все реально. Например, он там такую динамичную историю описывает в духе вот американских боевиков. Два подростка, значит, парень там затесался из благополучной семьи, у него вроде все как бы и неплохо, ему там лет 15, вот он такой, ему азартно. Вот, и они с другом решили там угнать машину, что там машина стоит, ключи прямо в коробке там в зажигании. Все, значит, ага, схватили, поехали, помчались. Тут выскочил из магазина, допустим, владелец, где полиция, полиция, за ними, они еще класснее, надо же убегать, убегать и догонять. Это вот такая, как салочки, но только уже на повышенных скоростях. Драйв, адреналин, все, им бы только уклониться от этого. В общем, короче, они мчались-мчались, потом они на какое-то, то ли футбольное, уже некуда было, дорожки кончились, они то ли на футбольное поле, то ли на выпуск какой-то туда, значит, на этой машине загнались, и машина у них заглохла. Они-то водители какие, неопытные. Вот, и там на скорости не пролетишь, вот, она ты лынься и завязла. Тут, значит, эти полицейские выволакивают из этой машины, особо не церемонии, наручники, в машину, в участок, родителям сообщить, пока родители не приедут, разбирательство в этот, за решетку, в этот, как у нас говорят, обезьянник. Все по-серьезному. Ну, отец примчался туда, значит, мать, родители другого парня, в общем, короче, все в шоке, вот. До утра, по-моему, они были задержаны, эти парни, вот точно не скажу, но, в общем, все произошло по-серьезному, вот. И этот Айджи Латак говорит, я встречался с этим подростком потом, ну, мы там разговаривали, что он там хочет по жизни и так далее, он говорит, ну, вот у тебя был такой вот случай, а скажи мне, вот мне просто как специалисту интересно знать, а вот если бы, вот сейчас как проповедуется такая, мягкий подход там, да, что вот давайте будем сглаживать, как мама вот этого вот маньяка, так скажем, да, в кавычках, что как вы можете так поступать с ребенком, давайте все по-другому, а если бы, говорит, если бы эти полицейские вас догнали, вежливо бы из машины попросили выйти, вежливо припроводили, пледом укрыли, вы же потрясены, вы же в погоне были, вы же несовершеннолетние, посадили там на стульчик, дали бы горячего там какао с булочкой и сказали бы, больше так не делай, а то это небезопасно. Да я бы еще раз так сделала, да? Да-да-да, вот он точно это самое сказал. Да, его спросил-то этот Найджел, говорит, а ты что там чувствовал? Говорит, вообще сначала азарт, потом стрёмно, страшно, вообще там непонятно, всё, неизвестность, а вот если бы вот так, да и мы бы так и повторяли, это прикольно, прикольно вообще. Тебе еще бы какао с булочкой, конечно. Вот, и получается, что, опять же, у полицейских, у них для их должности здоровые ценности. Ты нарушил, получи по полной, ну, применительно, к действующему случаю. Я не за то, чтобы там, за физическое насилие, но это реальность, которая и должна была случиться. Она произошла, и этого подростка она отрезвила, а могла и нет. Вот, поэтому выбор за взрослыми, ну, тоже очень велик, как и за подростка. Часто родители, стараясь оградить своего ребенка от негативного влияния, там, вот этих подворотней, обществ разных, гопнических, так скажем, делают такую вещь, как гиперопека. То есть везде всегда следить за всем, втайне проверять соцсети, может быть, даже не втайне, чем еще больше урон наносить ребенку, на мой взгляд, особенно подростку. Как вы к этому относитесь? То есть спасет ли гиперопека от того, чтобы ребенок вырос хорошим человеком, или, наоборот, подтолкнет, или она сделает безвольным овощем ребенка? Что произойдет? Смотрите, вообще гиперопека – это тенденция в будущем ставить под угрозу жизнь и благополучие своего ребенка. Но родители на это пускаются во все тяжкие, когда он еще маленький, маленький, и они сохраняют вот это отставание в здравомыслии от возраста самого этого подростка. И поэтому есть те, которые сдаются, подростки, и остаются до 50 лет лежать на диване под гиперопекой заботливой мамы, например, ничего не делают. И тогда уже женщина говорит «это мой крест» и все такое прочее. Вот. И всем плохо. Так а на самом деле, когда она говорит «это мой крест», она и права, сама виновата. Ну, и есть те, которые бунтуют, и всегда находятся какие-то способы, как избежать этого контроля и так далее. Дело в том, что вот почему вот такой важный разговор про ценности, ничто не убережет вашего ребенка, никакой надзор, вот там прям хоть над ним дрон летать будет и в режиме реального времени передавать данные там ребенку, родителю, да, ничто его не убережет лучше, чем здоровые ценности внутри него. Вот тогда он будет изнутри понимать, где опасные ситуации, неподходящие люди, слишком его там, ну, какие-то неправильные его решения. Да, он будет делать ошибки, но он будет возвращаться на какую-то торную дорогу. Вообще все это в руках Божьих. Я, нету абсолютного, вот ни одного человека нет абсолютной власти над другим. Точно так же и у родителей над детьми. Тем более по мере того, как они вырастают, эта власть уменьшается. У нас есть парочка сообщений от Галины из Москвы. День добрый, у меня пять дочек, и они уже взрослые. Многое пришлось пережить, всякое было, причем и сейчас бывает, что уже взрослые дочери иногда ведут себя неподобающе, хотя мы в семье все всегда обозначаем. И следующее сообщение. Вот моя старшая дочка не рассказывает ничего плохого, чтобы меня жалеть и не расстраивать. Она живет в Штатах, и когда они росли, было все. Ну, конечно, не самое страшное, иногда приходилось трудно. Вот такое сообщение. Интересно, что уже взрослые дочки ведут себя неподобающе, хотя знают какие-то внутрисемейные правила и нормы морали. Ну, ведь так же не бывает, что мы в 14-15 лет сложили багаж, и с этим только чемоданом по жизни идем. Все, что мы выбираем в своей жизни, все это как-то ограняет или даже меняет иногда наши ценности. То есть это такой труд души, который происходит постоянно. Мы можем это осознавать, не осознавать, но мы меняемся. И иногда человек заходит так далеко, что он говорит, Боже, я сам себя уже не узнаю, я стал совершенно другим. Иногда этот другой нравится ему, а иногда нет. Он говорит, я потерял то, что было у меня там за душой, или я от своей семьи взял. И это, ну, какие-то добрые вещи, и это не сделало меня счастливым, вот это отхождение. Я хочу сейчас немножко вот накал вот этого пафоса и философии немножко снизить, да, потому что уже становится страшно. На дворе лето, солнце, хорошая погода, вольность, подростки. Ну, все будут расти этим летом, как на дрожжах, как всегда это бывает. Вот для взрослых, для нас мы так вот, кто же хороший человек, кто нехороший человек. А я попросила вот этих вот ребят, которые пришли на мастер-класс, где они по дорожкам ходили прощать или мстить. Вот, в самом начале, я говорю, у нас будет типа квеста. То есть я вам буду давать задание, а вы как герои пойдете справляться и как-то бороть обиду, так скажем. Но раз вы герои, давайте мы сначала поговорим. Мне, правда, очень интересно, какими людьми вы хотите стать? Вот этот вопрос, кстати, очень редко задается детям. И они говорят, а как это? Я говорю, ну как, ну вот представьте, лет через 10. Вам сколько лет будет? Кто-то говорит, мне 19, мне 20. Ну вот, вы уже будете, вам будет больше 18 лет, вы будете считаться взрослыми и принимать решения. Одна девушка говорит, да, мы будем совершеннолетние. Я говорю, да, из такой гордости. Я говорю, хорошо. Вот кто-то станет девушкой взрослой, кто-то парнем, будущим мужчиной. Какие качества должны быть у этих людей? Честно, Эля, я сама думала, кого я спрашиваю? Обычно такие подросткам мы задаем вопросы, а этим 9-10. Они такие подумали и взялись за дело. Я им дала такой шаблон в виде счета. Я говорю, это будет вот то, что вы о себе скажете, какие вы будете в будущем, вот какие у вас будут хорошие качества. Это поможет вам разбираться в тех ситуациях, про которые мы будем с вами сейчас говорить и преодолевать трудности. Они написали. Мальчики, что написали мальчики? Пять качеств. Догадайтесь. Смелость какая-нибудь. Да, мальчики написали смелость, сила, доброта, ум, смекалка. И дальше там у них разночтение. Кто-то еще к смелости храбрость добавил, кто-то любовь добавил. Ну, в общем, вот это вот прям топ-5 мужских качеств. Дяди Степа такой. Причем они разные очень мальчики по характеру. Девочки независимо друг от друга написали, какие качества лучшие. Любовь, нежность, забота, доброта. И еще такое вот мыть посуду. Ну, в смысле навыки такие трудовые, вот заботы, например. Мыть посуду. Ну, вот такая наша маленькая компания вооружилась такими качествами. И это им помогло, потому что если я о себе думаю, что я хороший человек, я вот такой, то я постараюсь хорошо поступать. Это вляжет в мою концепцию. Если я считаю, что я плохой никакой и могу там и вашим, и нашим, то я и такие решения буду принимать. Вот в чем подвох. Так. У нас остается буквально пару минут до конца эфира. Юля, посоветуйте. Посоветуйте родителям, что же делать, если они все-таки увидели, заметили, что с ребенком происходит что-то не то. Иными словами, вот этот жестокий финал нашей передачи. Как не вырастить убийцу? Как не вырастить маньяка, вора? Я в шоке. И так далее. А что? Это же страх. Страх, понимаете? Страх. Вот многие боятся... Я вот в компании... Я нахожусь в детородном, так скажем, возрасте. Многие из друзей, из пар, они боятся рожать, потому что они боятся плохо воспитать ребенка. И им будет стыдно за то, что они не справились с этой задачей. Я знаю такие пары. О! И как не вырастить? Вот я передам этот совет этим моим парам. Ну, у психологов-то нет советов, но хочу сказать вот что. Там, где любовь, там страха нет, а где страх, значит, любви недостаточно. Это первый момент. А второй момент, что, ну, на самом деле, вот прозвучало, хороший ли у меня ребенок и хороший ли он человек. Вот почаще задавайте себе вопрос, хороший ли он человек, мой детеныш. Потому что ребенок всегда будет хороший. Потому что хороший ребенок – это покладистый, удобный, с хорошими оценками, то-то-то. Это временное состояние, и оно может ничего не говорить о том, какая закваска у него быть хорошим человеком. А про хорошего человека вам друзья его расскажут. Если вы спросите, какой вот у меня там Ванечка, Манечка там моя, какая? Вот, соседи вам расскажут, еще кто-то. Вот просто не принимайте это на свой счет. Просто как, ну, как сказать, как работа над ошибками. О, тут вот сюда пошло что-то не то, тут вот это. Ну, мы разберемся с любовью, уважением, конечно, с безусловным принятием этого ребенка. Ну, и обнимайте его 8 раз в день. Это уж как рецепты от всех психологов, по-моему. И сами не бойтесь, пусть детей побольше будет. Вот такой совет. И хороших людей. Хороших людей, обязательно. Вот такой совет в конце эфира. Друзья, не бойтесь, все будет хорошо, если с вами любовь, если с вами добрые намерения, если вы адекватно и здраво воспринимаете своего ребенка как будущего взрослого человека, который будет жить в социуме, со своими правилами и навыками. Желаю вам, друзья, понимания в семье, мира и хороших выходных, так как сегодня пятница.